И снова всем здравствуйте! Продолжаем работу над картиной. Это вот такой вот натюрморт. В первой части мы с вами сделали задний план и сделали как бы основу для скатерти. Продолжаем работу и двигаемся дальше. Начинаем писать предметы, которые находятся на столе. Как мы поступим? Находим сначала то, что располагается на самом дальнем плане. Вот у нас здесь листья и розочка. Вот с них и начнем. Посмотрите, листья у нас имеют яркий насыщенный зеленый цвет. Поэтому мы возьмем краски. Нам понадобится белила, кадмий желтый средний, голубая ФЦ, немного краплак розовый и изумрудная зеленая. Ну и может быть понадобится еще неаполитанская желтая светлая. Что касается кадмия желтого. Эта краска без нее как бы не обойтись в смесях. Она очень хорошо работает в смесях, но в чистом виде я бы не советовал вам ей пользоваться. Потому что она и в чистом виде она, так скажем, портит картину. Поэтому пользуемся пользуемся ей только вот для смешивания красок. Можно было бы, конечно, взять окись хрома. Вот такую вот краску и разбеливая ее можно было получить тот или иной оттенок. Но я бы вам посоветовал готовить богатую палитру. Поэтому для получения зеленого будем смешивать краски. Возьмем голубую ФЦ, возьмем желтую, конечно же разбавитель. И самостоятельно будем получать зеленую краску. Мы замешали, получился насыщенный зеленый цвет. Она походит, походит, да, на окись хрома, но смешанная палитра вот такая вот, она выглядит гораздо богаче. Так, чтобы проявить, я возьму немного неаполитанской. Сразу видите, проявляется свет. Цвет, вернее. Добавим сюда изумрудный. С изумрудной краской поосторожнее. Это очень сильная краска. Она может передавить практически любую. Поэтому с ней аккуратненько вмешивать ее маленькими порциями лучше. Видите, немножко, немного синие. Добавлю еще желтые. Ну вот, что-то похожее. Это у нас будет как бы основной цвет. Темные места усилим еще изумрудные. Я отделяю часть краски и добавляю еще изумрудные. Вот как бы мы получили два оттенка яркие, насыщенные. Вот ими будем работать. Для освещенных частей нам еще понадобится сиреневый цвет. В первой части я уже показывал, как получить такой цвет. Это мы берем голубой ФЦ и краплак розовый. Смешиваем и добавляем немного белого. Так, слишком синий. Добавим краплак еще. Да, подходит. Еще немного. Вот такой вот сиреневый цвет. Отлично. Вот такие цвета нам понадобятся для листьев. Добавил сиреневый цвет. Я основным колером покрыл основную часть листа. Теперь вот освещенные вот эти части буду тонкой кисточкой, небольшими порциями, вот на вот эти части, вот видите, вот освещенные части листьев, вот освещенные, вот кончики, вот я буду маленькими порциями, тоненькой кисточкой вносить вот очень аккуратно, не спеша. Вот таким вот образом. Постоянно кисточку нужно вытирать, видите, чтобы краска не подмешивалась. Аккуратно-аккуратно буду вписывать светло-сиреневую краску сюда. Вытираю, смотрите. Беру новую порцию краски. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok Прожилки можно предварительно процарапать, а потом нужные места покрыть краской. Так, ну что, от листьев я пока отстану. Позже на них я нарисую капельки воды и они оживут, как бы будет все гармонично и красиво. Дальше что у нас идет? Сам бутон розы. Ну вот, кстати говоря, мне этот бутон не очень понравился, и я его заменю. Я нашел вот такой вот бутон. Буду делать вот такой. Что нам для этого понадобится? Какие краски? Понадобится неаполитанская оранжевая, оранжево-желтая, но не обязательно брать именно такую. Здесь подойдет неаполитанская желтая светлая, слегка разбеленный. Чистый белилый брать здесь я бы не советовал. Дальше кадмий пурпурный, вот такой вот кармин и уброжженная, натуральная, ленинградская. Вот для темных частей. Покажу. Это вот эти вот темные места, разбавители немного. Так, добавлю в нее кармин. Темные места у нас будут вот такой вот цвет. Нам нужен темный, но опять же в пользу красного. Как раз вот кармин, он такой насыщенный цвет. Ну, а затемняем его ленинградской умброй. Пурпур я буду брать практически в чистом виде. Вот как есть, так и есть его. И осветлять буду неаполитанская оранжево-желтая. Техника написания розы, в общем-то, проста. Но единственное, в чем заключается сложность, нужно довольно-таки точно нарисовать вот лепестки розы. Поэтому лучше предварительно взять и карандашиком прям на холсте наметить, как она будет выглядеть, чтобы потом с красками не путаться. И сейчас просто начинаем с темного и потихоньку высветлять. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Я giganti» Здесь малюсенькую поставим Вот здесь ещё одну поставим Тоже маленькую Посмотрите поставил точку Практически точку Маленькую каплю сделаю Беру светло-жёлтую украску Буквально чуть Показал, чуть показал и поставлю блик вот маленькие капельки здесь видите в чем дело смотрите я здесь не делал под каплей тень но она стоит рядом с каплей у которой есть тень и уже глаз будет воспринимать таким образом что это тоже капля, если эти капли допустим уберем это будет у нас просто какая-то шишечка как бородавка если же они смотрятся в комплексе то уже есть понимание что это не что иное как еще одна капля посмотрите еще один момент сама роза, казалось бы красочный яркий цветок но если посмотреть внимательно я его сделал по тону очень темный если закрыть фон все это получается просто темное пятно для чего я это делаю? вот наш исходник посмотрите на переднем плане у нас яркие яркие предметы яркий персик виноград яблочко они более ярче и контрастнее чем цветочек цветочек если бы он я бы сделал его тоже таким же ярким он бы сильно выпирал на передний план и у нас картина получится плоской ну вот на этом сегодня закончим в следующем видео мы будем работать над стеклянной посудой это вот у нас графин рюмочки с вином или соком что-то такое будем работать над стеклом над стеклом всем удачного дня увидимся в следующем видео